Выветривание – глобальный процесс разрушения горных пород и минералов, которые входят в горные породы. И явно был тоже уже в мезорхее. Причины выветривания могут быть разные, итоги, в принципе, примерно одни и те же. То есть, горная порода разрушается, образуются продукты выветривания, так называемые. То есть, продукты выветривания, они сыпучие. Горные породы там как бы вместе всё, хотя там тоже могут быть самые разные химические вещества, минералы и так далее. А продукты выветривания, они вот это с песок, глина, что-то такое разрушенное уже, сыпучее. Реголит вот на Луне там есть и так далее. Типы выветривания принципиально четыре. Во-первых, физическое выветривание – это от разницы температур. Так как у нас перепады температур в течение суток есть на всех планетах, то на всех планетах есть, по крайней мере, физическое выветривание. Вот на Луне атмосферы почти нет, но там всё равно физическое выветривание есть, и поэтому песок там этот самый есть. На Земле вода тоже может вызывать механическое выветривание. Когда она замерзает, она увеличивается в размере и раскалывает породу. Ну, в общем, тут и всё. Наиболее активное всё-таки химическое выветривание, и основным фактором является вода. Ну, и также кислород, потому что от нас атмосфера состоит из окислителя довольно сильного в настоящий момент. Ну, что касается археи, вот эти все клипы, они же как бы так применительно к ситуации в мезоархее идут. Вода была, и, видимо, сразу же реки по этому континенту Ур потекли, и вода сразу там выветривание, конечно, осуществляла. Кислорода в значимых количествах в атмосфере не было, потому что только-только фотосинтез начинался. Вода осуществляет гидролиз с рядом минералов. Как я уже говорил, в основном у нас поверхность коры из силикатов состоит. Вот с рядом силикатов, допустим, если там входит калий в состав, вода может в процессе реакции образовывать в итоге щёлочь. Щёлочь, она дальше разрушает, естественно, горную породу. Так как у нас в атмосфере много ещё углекислого газа, щёлочь может формировать ещё и карбонаты, которые рассыпаются. Потом вода с некоторыми оксидами образует такие, значит, вещества, в которых ходят и вода, и оксид. Они менее устойчивы, то есть это тоже выветривание, менее устойчивые вещества. Ну, вот ржавчина тоже может в состав входить, гидротированный этот самый оксид. Также, если у нас в минералах имеются оксиды, содержащие серу или вообще сульфиды, то вода плюс кислород в итоге могут образовывать там серную кислоту, либо соединения, которые близкие к ней по своей реактивности, естественно, кислота тоже разъедает. Но если никаких опасных соединений в породе нет, вот таких, которые с водой что-то такое едкое образуют, вода влияет не сильно, чисто химически. Она влияет механически, и это отдельно потом в эрозии рассмотрим. Биогенное выветривание осуществляют живые организмы, которые обычно не любят горные породы. Горные породы не пропускают, нужно им питательные вещества, воду и всё такое. Поэтому растения, бактерии, грибки, все любят разрушать горные породы. Особенно, конечно, растения своими корнями могут разбить довольно крупные камни. Животные роют норы свои. Ну и всё-таки микроорганизмы, они, как я уже говорил, маленькие, но по своему влиянию на геохимию большие они. До сих пор из них, видимо, в основном и состоит биомасса. И микроорганизмы тоже разрушают, конечно, горные породы, что, в общем, в итоге приводит к образованию почвы частично. То есть, вот та почва, которая нам нужна, это всё-таки в каком-то конечном итоге продукт разрушения тоже горных пород, потому что почвы первоначально не было, конечно. Её сформировали биологические организмы. Но в архее точно почвы нет, поэтому вопросы почвы я позднее перенесу. Почва образуется, когда выйдут растения на сушу, а до этого ещё очень-очень-очень далеко. В архее идёт обычная эрозия механическая, водная идёт эрозия там, ну и химические вот это выветривание тоже частично есть. Ну, радиационное выветривание – это под действием солнечного излучения, тоже везде есть. И как раз реголит на Луне, явный продукт разрушения горной породы, считает, что в основном это солнечное выветривание, всё-таки они температурные. У нас немножко ослаблена радиация Солнца за счёт озона, который нас частично прикрывает, и кислорода в атмосфере. Поэтому у нас этот фактор меньше, но у нас большой фактор биологического выветривания. Ну и, кстати, по слову «ветер» называется физическое и механическое выветривание. Если сильный ветер, так же он может участвовать. Это относится к физическому выветриванию, действию ветра. Но всё-таки в основном у нас вода. Конечно, основной фактор, который разрушает горные породы на Земле. Продукты выветривания по-разному называются. У них разный химический состав, потому что горные породы очень разнообразны, как я уже говорил, на Земле. Щебёнка, дресла, шифер, вот этот так называемый, песок, глина, каолин и так далее. Вот это всё выветривание. Отдельно нужно эрозию, то есть разрушение водными потоками. В принципе, тоже это форма разрушения горных пород, то есть форма выветривания. Но она отдельно выделяется, потому что она наиболее у нас частая. Точно была уже в Архее, потому что реки были, как только суша возникла. Эрозия может быть капельная, дождевая, дождевая капельная такая через дефис. Это капли дождя, они с большой энергией падают. Вот они ударяют камни об эти горные породы и потихоньку их разбивают. Как говорится, капля точит камень. Но у нас дожди сравнительно не сильные в нашем климатическом поясе. Вот в тропиках там бывают прям сезоны дождей, когда дождь лупит сильно, и он начинает уже разрушать и горные породы, что становится заметно. Нам больше известно, как жителям равнин, плоскостная эрозия. Это именно течет река и с поверхности смывает материал. Основная при этом активность нехимическая, потому что если бы вода химически воздействовала, она в любой форме уже бы разрушила. А река, она уже смывает то, что вода разрушить не может, но все равно она вот за счет своего механического воздействия постоянно идет поток. Он постепенно откалывает от горных пород все новые и новые частицы. Они превращаются в песок. И вот мы видим, что в долинах рек там сплошная песок и глина, продукты эрозии. Эта плоскостная со склонов идет. Дальше на поверхности линейная эрозия выделяется. То есть это когда потоки воды, отдельные овраги, балки, долины разрушают. Все любые вот эти вот в почве провалы, это как правило все вода. Но поскольку у нас сейчас покрыто все довольно толстым слоем почвы в наше время, обычно это все-таки эрозия касается почвы. Та, которая вот осуществляет вода на уровне оврага, там, долины и так далее. До камня, конечно, там не домывает. Что касается деятельности реки, то различается глубинная эрозия. То есть река протачивает вот этот водоток. И это как раз часто в горной породе как раз уже идет изначально. Потому что почву она размыла с самого начала еще, когда пошла. И боковая эрозия это вот деятельность реки в бок. В бока она размывает. Любой достаточно постоянный водоток немедленно формирует оба эти виды эрозии. То, что вода за счет своего постоянного течения медленно, но верно она размывает. В результате образуются часто дельты, когда она выносит весь этот материал, размытые, разрушенные породы. И потом намывает прямо в море огромные районы, как мы все знаем. Но помимо горных пород, что в принципе человеку выгодно, потому что на камне мы ничего не можем растить. Все эти виды эрозии разрушают также и почву, что нам не нужно. Поэтому ведется также борьба с эрозией, конечно. С самого начала деятельности человечества, чтобы река ни туда не пошла. Какую-нибудь нужную нам почву не размыла, это постоянно. Но есть различные показатели. Допустим, размывающая скорость относительно породы. То есть при какой скорости ее начнет вода размывать. Какая нужна скорость воды, чтобы началось размытие почвы или породы. Такие оценки ведутся. Ну и даже всевозможные расчеты. На основе физических и химических свойств почвы горные породы рассчитывают, какой поток может ее размыть и какой для нее будет срочно безопасен. По мере развития деятельности человека он нехило и сам разрушает почву. Допустим, строительство всяческих карьеров. Вообще любое строительство, как правило, разрушение почвы. То, что почву сносят, строят там поверх. И так далее. При этом теряется, конечно, тоже важная почва. И поэтому этот тип тоже относит к эрозии, хотя тут не вода. Эрозия техногенного происхождения называется. Но иногда и потоки тоже создает человек, всякие там отравы. Что тоже все вредно и плохо. Борьба с эрозией почвы, наверное, в почвоведении изложу, пока не дошел. Почву я более-менее системно изложу, когда они появятся хронологически. То есть, считается, что в мезоархее, конечно, почвы еще не было, но выветривание во всех его видах практически было. Я не знаю, способна ли колония цианобактерий какое-то выветривание в море организовать, но в целом бактерии на такое весьма способны. И в то время они уже, конечно, были.